Жители многоэтажных домов по улице сельских строителей, это в микрорайоне Недостоево, уже долгое время страдают из-за некультурных водителей маршруток. Вот, например, конечная остановка 75-го и 82-го маршрута располагается здесь уже больше 10 лет, однако и по сей день площадка не оборудована биотуалетами. Водители, надо их тоже понять, вынуждены справлять свои естественные потребности в ближайших кустиках или же прямо во дворах домов. Такая же неприглядная ситуация и на конечной 73-го маршрута. Сами водители маршрутных такси признают, что отсутствие туалетов наболевшая тема, причем по всему городу, а не только в Недостоево. Перевозчики рассказывают, что перед выборами в городскую думу в начале сентября на конечные остановки привезли биотуалеты, однако буквально через пару дней после народного волеизъявления они куда-то исчезли и все пошло по-прежнему. Еще одна проблема – это мусор. На конечных остановках маршруток мусорные контейнеры, если даже и есть, то, по словам местных жителей, практически всегда переполнены. Обертки и пивные бутылки валяются прямо на земле. Работники службы по уборке города в отдаленном районе Рязани появляются весьма редко. Сами водители говорят, что проблему с туалетами без муниципалитета они решить не могут. Кстати, об этом говорит и опыт других городов. Например, в Челябинске убирают мусор и биотуалеты, городские уборочные службы, а оплачивают их работу частные перевозчики. Еще в нескольких городах России владельцев маршрутных такси попросту обязали за свой счет установить биотуалеты. В общем, без административного контроля конечные остановки автобусов в Рязани по-прежнему будут раздражать своим внешним видом горожан и представлять собой весьма неприглядное зрелище. Редактор субтитров А.Семкин